Сегодня в изоляторе временного содержания пограничной части имени Держинского находится жительница Кот-Дивуара, которая в поисках лучшей жизни пыталась выехать из Беларуси в Польшу по чужому паспорту. Пограничный наряд выявил гражданку при оформлении состава сообщений Москва-Париж в железнодорожном пункте пропуска Брест. Данная гражданка пыталась пересечь белорусско-польскую границу по чужому документу. Во время паспортного контроля у должностного лица органов пограничной службы вызвало сомнение принадлежность данного документа предъявителю. В ходе специальной проверки документа сомнения пограничника подтвердились. Сначала я пыталась трудоустроиться в Москве, однако меня не удовлетворили малая оплата труда и сложные погодные условия в российской столице. И тогда я решила найти себя во Франции. В число нарушителей государственной границы вошел и гражданин Ливана. Молодой человек находился в пограничной зоне без разрешающих документов. Оказалось, что он уже неоднократно пытался выехать в Тересполь, однако польская сторона не принимала его. В последний день официального срока разрешения нахождения на белорусской территории он решился на очередную попытку. Я хотел использовать шанс получить статус беженца в Европе. Предпринимал неоднократные попытки, выездав в Польшу поездом, но получал отказ со стороны поляков. В очередной раз попросил таксиста доставить на вокзал, но он отвез меня до пограничной зоны. А вот один из жителей Бреста оказался в числе потенциальных нарушителей закона, не выезжая из страны. В его гараже было обнаружено и изъято более тонны спиртосодержащей жидкости на общую сумму 174 миллиона белорусских рублей. Свою вину хозяин гаража не признает, так как сдавал помещение гражданам Российской Федерации. Вместе с налоговой инспекцией это было все оформлено и изъято. В настоящее время это будет обращено в составленные протоколы в отношении виновных лиц и будет обращено все это в доход государства. Работа по данным направлениям деятельности нашим управлением действительно продолжается. Это не первое далеко наше такое задержание и уверен, что не последнее. Выплыть чистым из какой-либо далеко не самой чистой ситуации может не каждый. Нарушают закон, как правило, именно те граждане, которые хотят легкого хлеба. Их попытки очень часто заканчиваются ничем и еще чаще наказанием.